Друзья, всем привет! Решила взять камеру и записать видео итоги социального эксперимента, видео, которое вышло, предыдущее, последнее. Честно скажу, не спала всю ночь, просыпалась, читала комментарии, прокручивала всё в голове. Первое, что хочу сказать, это то, что я не ожидала, конечно, такой реакции, тем более в комментариях, люди угрожают, люди пишут страшные вещи, и это всё прям нагнетает меня, тем более у меня сейчас ещё ребёнок болеет, а дети, когда болеют дети, это самое страшное, наверное, меня поймут те, у кого есть дети, поэтому это всё вот так вот просто ложится, ложится слоями на меня. Сам ролик, если кто не смотрел, сам ролик, я считаю, итоги нормальные, то есть нормальная реакция была у людей, нормальная реакция была на улицах, в центре, у простых рабочих, у полиции, у правоохранительных органов абсолютно нормальная была реакция на флаг. Бурная реакция была только у женщин, которые работают на рынке. И что я хочу сказать, что ко мне за всё это время никто не позвонил, не написал, из правительства, там, я не знаю, из ФСБ, там, из полиции ко мне не пришли стучаться в дверь, типа, мол, Бордовская, выходи, ты тут натворила кошмар и ужас, провокации, там, ты разводишь. Почему-то все люди подумали, что это видео провокации, но я сейчас объясню, что это было за видео вообще и к чему оно было. Ничего такого не было. На моём видео попал даже общественник, который выразился очень толерантно, очень аккуратно. Конечно, он высказал своё негодование в плане того, что с флагом там в центре города, вот, но его тоже можно понять. Это нормальная реакция нормальных людей. Мне начали писать, что ты делаешь, сейчас Укра-СМИ всё это потащат. Скажу так, видео это я давно хочу уже записать. Два года назад мы с Тамиром, Тамир Шейх, записывали видеоролик про то, там, мы на украинском языке спрашивали, подскажите, где банкомат Бахчисарая, да? И там я в этом видео сказала, что скоро я пройдусь с флагом Украины, ну, посмотрим на реакцию людей, то есть не на язык, а на флаг. И очень многие меня спрашивали, да, Алёна, когда будет видео, когда будет видео, но я потом оказалась в положении, я забеременела, и ясно-понятно, что с пузом, как бы, такие вещи не снимаются. Кстати, я уже тогда была беременна. Ролик сам планировался, то есть как социальный. Вы не поверите, но очень многие мне пишут в личку, Алёна, скажи, правда, что у вас избивают украинцев? Алёна, мы уже третий год хотим поехать, но никак не можем, спасибо за ваши ролики. Да, я спрашиваю, почему они говорят, потому что у вас украинцев бьют, скидывают мне какие-то статьи на какие-то газеты, что у кого-то пьяного велосипедиста с каким-то маленьким лейблом там украинской символики, где-то там побили, то есть это всё было мне настолько дико, потому что я была, допустим, на байк-шоу, где люди, ну, был человек с украинским флагом, не было на экстрим, Крым, я помню, тоже был человек, ну, то есть в толпе с украинским флагом. Я видела, встречала очень много украинцев, которые говорили, боже мой, а что же мы 4 года-то в Крым не ездили, боялись, а зря на самом деле здесь пропаганды нет, гонений никаких украинцев нет и всё остальное и тому подобное. Я подумала, что День народного единства – это идеальный день, когда я смогу показать людям, что мы действительно едины, и я здесь сразу же хочу извиниться, серьёзно, серьёзно извиниться перед людьми из ЛНР и ДНР, потому что для них флаг – это действительно сейчас очень больная тема. Вообще всё, что творится в Украине для ЛНР и ДНР – это очень больная тема. Всё, что бы я ни говорила с политической точки зрения, касаясь той стороны, всё будет воспринято очень больно, потому что там сейчас идут такие действия, мы все знаем, что там сейчас происходит, это очень тяжело. Но когда мне говорят, «Алёна, вот пройдись в Украине с флагом России, тебя побьют». Да, я не исключаю, что меня побьют с флагом России в Украине, но я хотела показать, что вот, видите, а мы-то другие, понимаете, что в России нет, как сказать, такого чёткого вражеского настроя. Реакция крымчан была отличной, на мой взгляд. Вражеский никто не был настроен. То есть есть люди, которым была неприятна эта ситуация, и их тоже можно понять, потому что Крым только соединился с Россией. Тут постоянно ходят там с Украины какие-то новости, что Крым скоро вернут обратно. И, конечно же, никто этого не хочет. Кто знает меня давно, видели мои ролики с референдума, как я снимаю людей в толпе радующихся тому, что, ну, день, когда празднуют каждый год присоединения. Кто знает, кто смотрит давно, видел ролики мои с выборов, то есть о том, что участки выборные были просто переполнены людьми, люди шли голосовать, потому что считалось, что это выборы в Крыму. Это немного такая перепись того референдума, что была в 2014 году. И когда мне говорили, что вот, Алена, да ты посмотри, что они с нашим флагом делают, да ты посмотри, как они себя ведут с нами, или еще что-то, да, то мне хотелось бы сказать, что, ребята, ну давайте не будем отвечать злом на зло просто. Серьезно. Еще хотела бы сразу тоже пояснить и, возможно, даже извиниться, но я не слежу за телевизионными передачами, ток-шоу политические, сейчас их очень много. Нет, я, конечно, слежу за основными новостями, которые происходят, ну, то есть какими-то глобальными, но я не вдаюсь ни в какие подробности, и, конечно, я осознаюсь, что я в политике не сильна. И я просто понятия не имела и не представляла то, что если я пройдусь с флагом Украины в Крыму, то это может означать какую-то политическую ситуацию, какую-то политическую провокацию, ни в коем случае я не хотела создать никакую политическую провокацию. Скажу честно, когда я встречала женщин, я просто не ожидала такой реакции на флаг. Ну, мне даже немножко было обидно, потому что моя-то миссия была сказать, что вот, украинцы, пожалуйста, приезжайте к нам, у нас всё дружно, вот мир, посмотри, у нас нет никаких там национальных, религиозных гонений. Хочу вам сказать, что я русская, русская, но у меня папа русский, мама у меня татарка, папа православный, мама всю сознательную жизнь была мусульманкой, и это нормально. Но у нас такая страна, понимаете, многонациональная, многоконфессиональная. Я всегда говорю, что нужно жить в мире, в дружбе, и пытаюсь это пропагандировать. Ещё одно, что хотела сказать, люди многие пишут, что мне кто-то заплатил, что это, на самом деле, это всё исходило, вся эта идея от меня, на самом деле, потому что, кто меня смотрит, знает, что я говорю там, вот, я популяризирую Крым. Я не скрываю это, я говорю об этом чётко. Я популяризирую Крым, я хочу, чтобы в Крым ехали, я считаю, что этот регион самый лучший. Но вот я здесь живу, и для меня это самый лучший регион в мире. Я патриот своей страны, вот просто до мозга костей, вы себе представить не можете, насколько. И я просто хотела сказать этим роликом, что вот, мы здесь все добрые, наши двери открыты. Властями Украины, может, вы не знаете, может быть, просто я много общаюсь с украинцами, у них идёт большая просто промывка мозгов о том, что россияне зло, что русские злые, что мы здесь очень плохо относимся к украинцам. И только украинцы, которые уже приезжают сюда, в Крым, в Центральную Россию, или ещё куда-то, они записывают своё видео, и обращаются к своим же ребятам, и говорят, не бойтесь, здесь никого не притесняют, и к всем относятся нормально. Но я искренне много-много нормальных людей, нормальных, адекватных, хороших, добрых украинцев живёт в Украине. И почему я взяла именно флаг? У многих вопросов, почему ты взяла именно флаг? Ты же могла там шарфик нацепить, жёлто-синий, и пройтись с шарфиком, ну, типа, пионерский галстучик. Я хотела показать, что вот в максимальной выжимке, то есть, вот максимально, я взяла флаг, то есть, это максимально, что можно было сделать, что даже в таких максимальных условиях в Крыму относятся толерантно, толерантно ко всем народностям, населяющим нашу планету. И что самое интересное, так оно на самом деле и произошло. Люди отнеслись аккуратно, кто-то, может, даже крутил виска, кто-то говорил, зачем вы это делаете, да, есть такое, потому что, ну, на самом деле, мы же все прекрасно понимаем, что мы между двух огней. И, ну, Крымчане отнеслись нормально. Я понимаю, что самая активная аудитория на моём последнем ролике, ну, предыдущем, были люди из ЛНР, ДНР, и Крымчане Доля тоже есть. И, ребята, я хочу искренне попросить у вас прощения. Своим роликом я нисколько не хотела задеть ваши чувства. Своим роликом я нисколько не хотела вызвать какую-то провокацию или что-то там объяснять плохое. Не знаю, совершенно никакой негативной мысли мои действия не несли. Я читала, что кто-то пишет, что я специально ходила и провоцировала. И вот когда добилась провокации, типа, вот, я на самом деле это совершенно не так. Абсолютно совершенно не так. Я не провоцировала, я спокойненько просила сфотографировать, спокойненько доставала флаг, спокойно говорила спасибо. Всё. Ещё одна ситуация, то, что есть ещё категория людей, которым не понравилось, что я выложила вот спор с женщиной в Бахчисарая, да. То есть, есть уже ролики с украинским флагом по России, есть ролики со Львова с российским флагом там по улицам. И там сплошь нормальные, хорошие, адекватные комментарии. У меня так случилось, скорее всего, потому что реакция женщин была неоднозначная, и ролик вышел не такой положительный, не в таком положительном ключе, как хотелось бы, даже мне. И когда я сидела, и у меня был выбор, то есть, у меня был материал на руках, и у меня был выбор просто не ставить этот материал, я подумала, а чем я тогда отличаюсь от пропагандистов, которые просто показывают белое, или которые просто показывают чёрное. Вышло то, что вышло. Я даже делала там таймлапс, то есть, всё, что я снимала, всё пошло в ролик. Абсолютно все материалы и все кадры. Я ничего не вырезала, я ничего не подстраивала. Я за правду. И если YouTube – это свободная площадка, и я свободно могу показывать здесь, как оно есть на самом деле, то это здорово. И мне очень обидно, что людям порой хочется видеть только белое. Друзья, спасибо всем, кто со мной, искренне, серьёзно. Спасибо за слова поддержки. Спасибо за то, что вы поддерживаете меня, смотрите мои ролики. Негативные комментаторы. Я на вас зла не держу. Ну, и вы меня простите тоже. И помните, злом добро не посеешь. Будьте добрее. Искренне люблю всех, кто со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok